Начало должно быть примерно такое Берите генералов, тогда солдаты сдадутся без боя Перефразирую, позвольте уволиться Дэну Хаузеру, сценаристу, продюсеру, менеджеру И тогда вашей компании наступит Ииии То, что сейчас происходит вокруг крупных студий А именно скандалы, интриги, расследования, судебные разбирательства Приводит к тому, что компании потихоньку начинают рассыпаться И простите за мой французский Забивать на фанатов Blizzard, которая славилась своими классными, крутыми релизами И всех своих игр превратилась в шлак Чего нельзя сказать про Rockstar А нет, вообще-то теперь можно Все, что происходит вокруг рок-звезд отражается и на качестве игр Которые выходят в виде переизданий, ремастеров и тому подобное Пару лет назад на платформе Windows Store вышел ремастер GTA San Andreas Которая победила в номинации «Глубокий заглотус» Как самый ужасный ремастер и порт среди 3D GTA Казалось бы, разработчики должны были все эти моменты учесть И анонсируя ремастер 3D вселенной GTA Хорошо подготовиться, можно было бы попыхтеть Как это говорится у людей, которые с понедельника по пятницу С 8 утра до 6 вечера уходят из дома А, работать! И сейчас вы будете наблюдать результат кропотливой работы Над ремастером трилогии GTA Чтобы вы понимали Это стоит 4200 рублей Если вы представительница прекрасного пола То, к сожалению, у вас появляется третья щель А именно, в финансовом кошельке Вообще, это не первый случай такого наглого унижения и издевательства для ПК игроков В 2019 году в свет вышел Red Dead Redemption 2 Я, купив его за 2500 рублей, поддержав разработчика, думал «Эх, сейчас бы постримить и собрать долеты с подписчиков!» Но она даже не запустилась Я еще тогда себе сказал, что если такое повторится То больше ни одну игру от Rockstar я не куплю В итоге, на релизе трилогии GTA мы наблюдаем, что игроки даже не могут запустить GTA Спустя 14 часов с момента ее релиза Из-за сбоя в Rockstar'овском лаунчере Ну и затем коронная Rockstar просто снимает с продажи GTA трилогию на ПК Вы просите за GTA трилогию 4200 рублей, но не проявляете уважения? Такое чувство, что Rockstar и фанаты мультика Дядя Федор, где игроки это Дядя Федор, а Rockstar это почтальон Печкинг, который в трилогию поиграть вам не даст Когда я увидел скриншоты игры с Nintendo Switch, то подумал, что с релизом будет что-то не так, что-то чувствовал Так сказать, пришло наитие ко мне Ну и в целом это все подтверждается Трилогия GTA это самое позорное, что могло происходить с разрабами за последнее время Причем весь хейт со стороны игроков и со стороны меня заключается в неадекватном ценнике за эти игры На которую натянули как бы новые текстуры, движок, а все остальное-то осталось без изменений Причем ладно, если бы багов не было в целом и вовсе и совсем, это была бы ровная игра И тогда бы, может быть, ценник был бы адекватный Но количество багов, вылетов, автомобилей, которые появляются у вас перед носом Это не то, что осталось Это прям увеличилось в геометрической прогрессии И ремастер, причем делали два года И даже не сами Рекстар Они просто отдали сторонние компании на аутсорсинге Уволив Дэна Хаузера, издатель GTA наступил себе на грабли Ну или можно еще по-другому сказать, только ютуб не позволяет Этот человек принимал участие в работе над сценарием Благодаря нему вы увидели необычные игры, как Ланоэр Этот человек занимался продюсированием всех игр, которые вышли И как бы хоть одна из них была провальна Это имеется в виду про серию GTA 3D вселенной 2000-х годов Нет! Если такое дальше продолжится, то GTA 6 будет капитальным провалом А по слухам, которые уходят, говорится, что GTA 6 пошла под нож И ее начали разрабатывать с нуля Причем легко это подтверждается нынешними действиями, которые происходят сейчас GTA 6 это будет последний шанс Rockstar Games показать, что из себя представляет серия GTA И если они его не реализуют, серия GTA будет закончена на все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok